В Украине завершилась вступительная кампания абитуриентов с оккупированных территорий. Проводили ее образовательные центры Крым-Украина и Донбасс-Украина. Они в этом году три месяца принимали будущих студентов. Подробнее о работе центров в материале корреспондентов UETV. Это Мухаммед Фукала. Он переселенец из Крыма. Учится в Киеве в Таврическом национальном университете. Как-то была мечта, наверное, с детства учиться где-то далеко от дома. Мухаммед поступал в украинский вуз с помощью образовательного центра Крым-Украина. Процедура была упрощена для крымчан. Из-за этого мы не сдавались за новое. Было как-то поступить очень легко. Сдавали три экзамена. Украинский язык, историю Украины и один был по профилю. Образовательные центры Крым-Украина и Донбасс-Украина действуют с 2016 года. И с их помощью аберритуренты из оккупированных территорий могут поступить без сдачи внешнего независимого оценивания. Все мы понимали, что дети с оккупированного Крыма, с анонсированного еще и Крыма, не могут на равных соревноваться на вступительной кампании с детьми, которые заканчивали украинские школы, изучали украинский язык, украинскую историю, предметы украинознавчего цикла, которые не готовы в этом смысле на равных в ЗНО соревноваться со своими коллегами из материка. После оккупации полуострова России в Крыму не преподают украинский язык и историю Украины, а дипломы, которые выдают в Крыму, недействительны и никем не признаны, как в Украине, так и в мире. Диплом этих вузов – это всего лишь бумага, на которой напечатан определенный текст, потому что эти дипломы не имеют юридической силы ни в одной стране мира, кроме России, но даже и в России во многих регионах на них смотрят косо. Чтобы украинцы из оккупированных территорий могли достойно учиться при поступлении в университет, у них даже принимают не паспорт, а свидетельство о рождении, поскольку не все могут вовремя выехать на материк и сделать украинский паспорт. В результате все время увеличивается количество студентов из Крыма, переводящихся сюда. Это, кстати, не только в наш вуз, они могут это делать еще в другие вузы по этой программе. Крым-Украина. Изначально их было 12, сейчас их почти 40. В Таврический университет с помощью образовательных центров Крым-Украина и Донбасс-Украина поступило 250 абитуриентов в 2019 году. Всего же за три года действия программы до 10 тысяч жителей оккупированных территорий получили возможность стать студентами. Имран Усейнов, Толеренко Андрей, UATV.